Если у вас есть Библия, откройте послание к римлянам. Восьмую главу. Римлянам, восьмая глава. И когда вы ее откроете, давайте прочитаем с 31 по 32 стих. Сегодня мы поговорим о том, что я называю победоносной силой любви. Вы скажете, ну вот опять про любовь. Старая песня о главном. Позвольте мне объяснить. Казалось бы, все то же самое, но да, любовь. Я люблю тебя, ты любишь меня, мы любим друг друга, Бог есть любовь и все такое. Это нечто большее. И когда вы это поймете, каждый бесенок, который был поставлен досаждать вам и чинить препятствия, соберет свои вещички и сменит место жительства. Римлянам 8, 31. Давайте прочитаем 31 и 32 стих. Все вместе готовы? Читаем. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Аминь. Посмотрите, что Он говорит в 31 стихе. Что же сказать на это? Если Бог за нас? Я уверен, что можно обойтись и без «если». Для большинства из нас, верующих со стажем, очевидно, что Бог за нас. Аминь. Давайте перейдем на личности. Бог за меня. Скажите «Бог за меня». Давайте скажем «Бог за меня». Скажите «Бог за меня». Повернись к соседу и посмотри ему прямо в глаза и скажи «Бог за меня». Повернись в другую сторону и скажи «Бог за меня». Будучи верующими людьми, одно мы должны понимать совершенно точно. Бог не обещал, что у нас не будет трудностей, пока мы живем в этом мире. Но Он хочет, чтобы вы понимали, что Он на вашей стороне. И если сегодня у вас возникнут трудности, Он сегодня же займется тем, чтобы вызволить вас. Аминь. Я хочу, чтобы вы понимали. Помимо того, что Бог за меня, Он еще и во мне. Он на моей стороне. И если дьявол бросит в меня фаршем, Бог сделает из него котлету. Понимаете? Если он бросит в меня лимон, Бог сделает из него лимонад. Что бы ни случилось, Бог за вас. Вы должны понимать. Возможно, вы думаете, что это моя вина. Если бы только вы знали, что я наделал. Перестаньте заниматься самобичеванием. Перестаньте смотреть на себя и говорить «Господи, я так виноват перед тобой. Я не читаю Библию». Не чувствуйте себя виноватым. Чувствуйте себя голодным. Начните читать Библию и не занимайтесь самобичеванием. Бог за меня. Что бы ни было, что бы ни случилось. Мне нечем заплатить по счетам. Бог за вас. Я потерял работу. Бог за вас. Я пережил разочарование в браке. Бог за вас. Скажите «Бог за меня». Не было ни дня в вашей христианской жизни с тех пор, как вы уверовали, вы должны понять, когда Бог был не за вас. Он не злится на вас, не пытается отомстить. Кто-то однажды сказал «На этот раз Бог почти добрался до тебя». Друзья мои, если бы Бог до вас добрался, вам бы пришел конец. Бог за меня. Бог за меня. Слава Богу. Он на моей стороне. Он внутри меня. Бог за меня. Скажите «Бог за меня». Еще раз. Мы говорим об этом уже добрых полчаса. Давайте будем продолжать. Итак, «Бог за меня». Интересно, что в Ветхом Завете Бог далеко не всегда был на стороне человека. Но сегодня Он дал нам обещание ради крови Иисуса, ради Его Сына и того, что Он совершил за нас на кресте. Что Он больше не будет гневаться на вас. Бог не гневается на вас. Не пытается отомстить. О, я потерял работу. Наверное, Бог пытается научить меня чему-то. Нет. Во-первых, послушайте, Бог не пытается. Понимаете? Понимаете? Аминь. То, что Иисус совершил на кресте, навсегда поставило Бога на вашу сторону. Бог за нас. А если Бог за нас, кто может быть против? Кто или что может быть против вас? Я хочу сказать, что Бог за вас. Никто не устоит против вас. Итак, все, что дьявол замышляет против вас, Бог обернет в благо. Вы меня слышите? Он возьмет камни преткновения и сделает из них ступеньки. Спад сменится ростом. Аминь. Бог всегда за нас. И никогда не будет против нас. Ради крови Иисуса. Кто из вас верит в это? Аминь. Итак, дальше. Смотрите. 32 стих. Тот, который Сына Своего не пощадил. Тот, который Сына Своего не пощадил. Имеется в виду Бог. Но предал Его за всех нас. Он пожертвовал ради нас Своим Сыном. Обратите внимание. Как с Ним не дарует нам и всего? Это очень интересное выражение, призванное подчеркнуть Божью любовь к нам. Я знаю, что Бог любит меня. Вы только посмотрите, что Он сделал. Он отдал за меня Своего Сына. Всякий раз, когда я думаю об этом, я думаю об этом на примере Авраама и его единственного Сына. Мы многое можем почерпнуть из этой истории. Бытие, 22 глава. Давайте ее откроем. Бытие, 22. 2. Здесь сказано, «Возьми Сына Твоего». Он обращался к Аврааму. «Возьми Сына Своего, единственного Твоего, которого Ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Заметьте, что Бог сказал Аврааму, «Возьми Твоего Сына, которого Ты любишь». «Возьми Своего любимого Сына, того, о ком Ты так долго молился, и принеси его в жертву там, где я скажу». Начнем с того, что если бы Бог попросил меня принести моего ребенка в жертву вместо убийцы, честно скажу, я не стал бы этого делать. Во всяком случае, не за убийцу. Да, но ведь Бог это сделал. Я не Бог. Я хочу сказать, что это трудно. Это тяжело. Аврааму тяжело далось это испытание. Я хочу, чтобы вы понимали, когда Бог велел принести Исаака в жертву, он с самого начала знал, что в отличие от Иисуса, Исаак не подходит на роль жертвы. Во-первых, у Исаака был грех, и он не мог быть непорочной жертвой, но Бог хотел заглянуть глубже. В 9 стихе мы читаем. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень... Не знаю, почему это привлекло мое внимание. Как мы уже знаем, ангел Господень — это Иисус до того, как стать Иисусом. При внимательном рассмотрении очевидно, что это был не просто один из ангелов. Выражение «ангел Господень» в этих стихах употребляется применительно к Иисусу. Далее мы читаем. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам». Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Он говорит, «Я знаю, что ты боишься, почитаешь и любишь меня. Я это знаю, потому что ты не пожалел для меня своего единственного сына». Ты не пожалел своего единственного сына. Авраам, я знаю, что ты любишь меня, потому что ты не пожалел своего единственного сына ради меня». Подумайте об этом. Откройте Римлянам 8 главу, и вы сами все увидите. Римлянам 8 глава. Я хочу обратить ваше внимание на ряд моментов. Бог хотел убедиться, готов ли Авраам пожертвовать тем, кого любят, ради него. Итак, что мы видим? Откуда Богу было знать, что Авраам любит его? Потому что он не пожалел своего единственного сына ради него. Откуда мы знаем, что Бог любит нас? Потому что он не пожалел своего единственного сына ради нас. Не потому что вы почувствовали это, поедая яичницу. О, я чувствую, что Бог любит меня. Нет, нет, я знаю, что Бог любит меня, потому что он не пожалел своего сына, которого он любит. Он не пожалел его ради меня. Друзья, подумайте об этом. Он не пожалел самое дорогое, что есть на небесах. Он не пожалел своего сына ради меня. Точно так же, как Авраам не пожалел своего сына для Бога. Бог не пожалел своего сына ради нас. И не было никого, кто мог бы его остановить, когда он послал Иисуса на смерть, как когда-то он остановил Авраама. Он не пожалел своего сына ради нас. Послушайте. Откройте Римлянам 8, 32. Я преследую определенную цель и знаю, к чему я веду. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Итак, смотрите, что происходит. Чаще всего мы читаем эти строки и думаем, «Бог пожертвовал своим сыном, а значит, он даст нам и это, и это, и это, вот и это еще». Тем самым мы как бы отделяем это от того факта, что он отдал за нас своего сына. Но он не это хотел сказать. Он говорит, что отдал своего сына, а с ним вы в изобилии получили все остальное. Друзья, вот что здесь говорится. Когда я это понял, у меня волосы зашевелились на голове. Скажите, «Иисус — мое все». Когда я принял Христа, я получил все. Это было комплексное решение. Знаете, что это значит? Когда я принял Христа, вместе с Ним я получил исцеление. Вместе с Ним я получил освобождение. Вместе с Ним я получил мудрость. Вместе с Ним я обрел праведность. Мы пытаемся получить все это отдельно от Христа. Но это все идет в комплекте. Вы можете проснуться поутру и провозгласить, «Иисус — мой мир». «Иисус — моя праведность». Поймите, Он не пожалел Иисуса ради нас. И когда мы принимаем Христа, мы получаем все необходимое. Друзья, дело сделано. Все то, о чем мы молились, — это завершенная работа. Все то, чего вы пытались достичь, — это завершенная работа. Вы стремитесь к победе, тогда как вы уже победители. Вы живете не ради победы, а благодаря ей. Похоже, вы не понимаете. Вы не понимаете. Я не стремлюсь к победе. Я живу с позиции победителя. Другими словами, вы уже победители, и вы живете в своей новой сущности. Я не стремлюсь к праведности. Я живу с позиции праведности. И теперь, понимая, что я праведность Божья, я живу в своей праведной сущности. Я не жду исцеления. Я уже исцелен и применяю то, что получил. Я верю, что получаю то, что уже совершено. Иисус — мой целитель. Иисус — моя победа. Иисус — мои оплаченные счета. Иисус — моя работа. Ух ты! Это сильно! Он дал мне Иисуса, и с Ним все остальное. Как на распродаже, когда батарейки идут в комплекте. Слава Богу! Итак, смотрите, идем дальше. Бог пытается продемонстрировать нам, как сильно Он нас любит. Он дал нам Иисуса, а с Ним все остальное. Сколько можно ждать свое исцеление и не признать, что Иисус — мой целитель? Вы меня слышите? Мы — Божьи возлюбленные. Кто твой возлюбленный? Это тот, кого любит Бог. Скажите, я — Божий возлюбленный. Еще раз. Еще раз. А теперь наберитесь смелости, повернитесь к своему соседу и скажите, не говорите, вы — Божий возлюбленный, а скажите, я — Божий возлюбленный. Бог хочет, чтобы вы не только знали о том, что Он любит вас, а смелюсь сказать, Он хочет, чтобы вы это чувствовали. Я знаю, что любовь — это решение, но Бог хочет, чтобы вы не только знали о Его любви, но и чувствовали Его любовь. Хочу затронуть один важный момент. Сегодня я не говорю о том, как сильно люблю вас. Видит Бог, я люблю вас, но Его любовью. Я не говорю о том, как сильно люблю Бога. Моя любовь к Нему никогда не превзойдет Его любви ко мне. Я хочу направить ход ваших мыслей к тому, чтобы вы поверили, что Бог любит вас так, словно вы единственный человек на земле. Я хочу, чтобы вы осознали, что Бог не просто любит всех людей и весь мир, в то же время продолжая сомневаться в том, что Он любит лично вас. Не просто Бог может исцелять, но Бог может исцелить именно вас. Подумайте о том, как я могу поверить Его слову, если я не верю, что Он любит меня. Речь о том, что Бог любит вас. На мгновение я хочу поместить вас во главу угла и сделать ударение на вас. От вашей веры не будет толку, пока вы не поймете, что Бог любит вас. Я хочу, чтобы вы знали мою позицию. Я знаю, что Бог любит какого-то парня по имени Крефла Доллар. Но вот я опять говорю нечто странное. Я не сделаю этого за вас. Каждый из вас должен прийти к такому моменту между вами и Богом, когда вы совершенно точно осознаете, Бог любит вас своей безусловной, бесконечной, сверхъестественной, непреклонной любовью. Неважно, кто вы, что вы натворили, как это случилось, что произошло. Чтобы разбудив вас среди ночи, вы могли сказать, «Я знаю, что Бог любит меня. Я еще не тот, кем должен стать, но уже и не тот, кем был раньше. Я знаю, что Бог любит меня. Любил, когда я был на дне, и когда я выбрался оттуда, Бог любит меня. Многие люди терпят крушение веры, потому что замысел дьявола состоит в том, чтобы вы чувствовали вину и осуждение, считая, что Бог совершенно точно не может любить вас после того, что вы сделали. Друзья, вот что я вам скажу. Бог любил вас, когда мы были грешниками. В то время, как вы отрывались на вечеринках и курили травку, думая, что это круто, хотя это выглядело глупо, Бог уже любил вас. Что я пытаюсь сделать? Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог любит вас безусловной любовью. Нет ничего, что вы можете сделать, чтобы заставило Его полюбить вас еще больше или меньше. Он принял решение любить вас. Вам остается лишь принять Его любовь. Итак, дальше. Позвольте мне объяснить, к чему я веду. Мне кажется, что тело Христова стоит на пороге перемен. Я заметил, что среди моих знакомых есть люди, убежденные в том, что они возлюблены Богом, что они более любимы, чрезвычайно любимы, настолько, что они добавляют возлюбленной к своему имени. но знаете, что еще я заметил? В их жизни происходят чудеса. Они получают то, о чем говорят. Они минуют естественные процессы и живут сверхъестественной жизнью. И, кстати, я пророчествую это в вашу жизнь. Скоро вы минуете естественные процессы и начнете жить сверхъестественной жизнью. Прислушайтесь к моим словам. Вы стоите на пороге сверхъестественной жизни. Друзья, вы дети сверхъестественного. И Иисус придет за теми, кто знает, как жить сверхъестественной жизнью изо дня в день. Я заметил, что они счастливы, довольны, движимы верой. И их объединяет то, что они бесконечно исполнены осознанием того, что Бог любит их. Бог любит их. Чудеса случаются у тех, кто знает, что он Божий возлюбленный. Чем больше я осознаю, что Бог любит меня, тем больше я замечаю, что со мной творятся удивительные вещи. Я счастлив, я доволен жизнью, я не хожу с кислой миной, как лимон. При этом, я не кажусь людям странным. Вы можете наслаждаться жизнью, получать от жизни удовольствие. Вы можете пойти на пикник в шортах, не считая, что это грех. Вы можете бегать за женой по всему дому, играя в догонялки. Я верю, что когда вы поймете, как сильно Бог любит вас, вы будете наслаждаться Божьими благословениями. Качество вашей жизни будет тесно связано с пониманием того, что вы объект Божьей любви. Вы преодолеете все невзгоды, когда поймете, что вы возлюблены Богом. Я не говорю, что у вас не будет проблем, но вы все их преодолеете. много скорби у праведника, и от всех их избавит его Господь. Но это происходит, когда вы понимаете, что даже в этой ситуации Бог любит вас. Бог любит вас. Даже когда вам кажется, что вы совершили ужасную глупость, вы говорите, «Ты любишь меня. Я это знаю». Представляй, как дьявол говорит, «Да, да, да. Я совершил глупость, а дьявол, «Да, да, да. Но Бог любит вас. Знаешь, Бог любит меня. По сути, вам незачем это делать, потому что Он здесь. Бог любит нас. Мы знаем, что Ты любишь нас. Ты любишь нас. Больше всего меня беспокоит то, что вы можете оказаться слишком умными, чтобы принять это послание. Потому что это станет отправной точкой вашей веры. Откройте эфесянам 3 главу. Пока вы это делаете, скажите, «Я Божий возлюбленный. Я тот, кого любит Бог. Бог любит... назовите свое имя. Крефло Доллара. Позвоните своей девушке, если, конечно, вы не женаты. Если вы женаты, вам не стоит заводить подружку. Позвоните кому-нибудь и скажите, «Бог любит меня». «Да, что тебе нужно?» «Я просто хочу, чтобы ты это знал». Начните практиковать. Применяйте это до тех пор, пока не утвердитесь в этом. Что бы ни случилось, это первое, что приходит вам в голову. Это первое, что слетает с языка. «Бог любит меня». Итак, эфесянам 3,14. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, додаст вам по богатству славы Своей. Крепко утвердиться. Бог дает мне сверхъестественные способности крепко утвердиться Духом Его». О, Иисус! Что я вижу? Крепко утвердиться. Да, правильно. Крепко утвердиться в способности творить сверхъестественное. Боже правый! Видите, я же вам говорил, что когда я приезжаю в эту церковь, я замечаю такое. Я не проповедовал об этом раньше. Я не замечал этого, когда готовился к проповеди. Крепко утвердиться или укрепиться могуществом. значит, обрести сверхъестественные способности Духом Святым. С 16 стиха. «Додаст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться, укрепиться могуществом, Духом Его во внутреннем человеке. Веруя в селиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». Эта мысль красной нитью проходит через мое послание. Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. В понимании того, что Бог любит вас. Выражение «укорененные и утвержденные в любви» несколько обобщено. Но эта мысль красной нитью проходит через весь Новый Завет. Это корни. Что должно стать нашим основанием? Мы должны утвердиться, что Бог любит нас. Это должно стать нашим основанием. Нужно укорениться в этом. Бог любит меня. Вот основание моей жизни. Я твердо уверен в том, что Бог любит меня. Я твердо уверен в том, что Бог любит меня. Итак, Павел молится о верующих Ефеса такой молитвой. Чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и разуметь любовь к Христову. Вот почему я уверен, что это и есть основа всего. Знать об этом, уразуметь превосходящую разумению любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божью. Итак, смотрите, что он говорит. Он говорит о важности того, чтобы вы были утверждены и укоренены в понимании того, что Бог любит вас. Но чтобы вы это пережили, прочувствовали. Скажите, Он любит меня. Он любит меня. Он любит меня. Но от вас требуется нечто большее, чем просто знать об этом. Не останавливайтесь на этом, дабы вам исполнится всею полнотою Божью. Не знаю, почему так вышло, но принимая во внимание мою харизматичную юность, всякий раз, когда речь шла о наполнении, исполнении, у меня это ассоциировалось со Святым Духом. Не то, чтобы это было неправильно, но я думал, что если я хочу наполниться, я должен молиться на иных языках. Это мой собственный рецепт. Секрет наполнения заключается в молитве на иных языках. Я молюсь и наполняюсь, но потом я прочитал 13 главу 1 Коринфянам. Я хотел исполниться Божьей полнотой. Кто нашел, скажите «Аминь». Начиная с первого стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». В расширенном переводе написано «Если я говорю на всех языках мира и даже на языке ангелов, а любви у меня нет, то я всего лишь гулкий колокол или звонкий кимвал». Таким образом, он говорит, что вы можете целыми днями молиться на иных языках и не верить, что Бог любит вас. Тогда все ваши молитвы – пустой звон, точно так же, как машине. Для получения оптимальной производительности необходим бензин. Нам, как верующим, важно знать, что Бог любит вас, для того, чтобы наши иные языки были эффективны, и молитва приносила пользу. Вы громко молитесь и понятия не имеете о том, что Бог любит вас. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», «Наверное, я пойду в ад завтра к обеду». Ну и что толку? Вы даже не верите, что любимы, но если вы, обретая уверенность в Божьей любви, исполняетесь Богом, обретая уверенность в Божьей любви к вам, вы исполняетесь Богом, Друзья, послушайте, с тех пор, как я получил это откровение, я каждое утро размышляю о том, что Бог любит меня. Первая мысль, которая приходит мне в голову, когда я открываю глаза — Бог любит меня. Бог любит меня. Я размышляю о том, как Бог проявляет свою любовь ко мне. В следующий момент я начинаю петь о том, как сильно Бог любит меня. Вот что я вам скажу. Божье присутствие переполняет меня. Я знаю, что Бог внутри меня. Но бывают моменты, когда я не могу сдержать слез. А иногда, когда Божье присутствие наполняет меня особенно сильно, я начинаю говорить вслух. Это потрясающе. Однажды под руку попала моя собака. Пес был несказанно удивлен. Я чуть было не возложил на него руки. Каково было бы мое удивление, если бы моя собака заговорила и попросила поесть. Обретая уверенность в Божьей любви ко мне, я исполняюсь Богом. Его присутствие. Послушайте, вы можете мне не верить. Попробуйте сами. Придите к Нему, прежде чем лечь спать. Проведите несколько минут, провозглашая, что Бог любит вас своей безусловной, бесконечной, неприходящей, непреклонной любовью. Бог любит меня не потому, что я люблю Его. Он возлюбил меня раньше. Он любит меня точно так же, как любит Иисуса. Начните размышлять об этом. Божье присутствие наполнит вас так сильно, что все проблемы отойдут на второй план. Вам не захочется грешить, если вы будете размышлять о том, что Бог любит вас. Что происходит? Я смотрю на счета и говорю, Бог любит меня. Я не думаю о том, чем оплатить счета. Я думаю о том, что Бог любит меня. А поскольку Он любит меня, с этим мы управимся. Божья любовь становится основной и движущей силой, которая приводит мою веру в действие. Чтобы поверить тому, что вы говорите, я должен быть уверен, что вы меня любите. Питайтесь этим. Это не просто знание. Питайтесь этим. Уделите время этому. Вы не поймете ту страсть, о которой я вам говорю, пока не начнете питаться этим. Продолжайте это делать до тех пор, пока не насытитесь и не исполнитесь уверенности. И тут вдруг даже ваша походка меняется. И вы больше не живете в постоянном страхе, ожидая подвоха. Когда я знаю, что Бог любит меня, это придает мне уверенности. В чем дело? Что случилось? Да у тебя и денег-то нет. В пятницу я все верну. Да, слава Богу, Бог любит меня. Я еще не знаю, откуда возьму деньги, но я знаю, что Бог любит меня. А раз Он меня любит, значит, что-то непременно произойдет, и Он все уладит, потому что Он любит меня. Мне незачем жить в страхе, зная, что Он любит меня. Вы понимаете, что все это я говорю не к тому, чтобы мы любили друг друга. Об этом мы еще поговорим. Вы не научитесь любить друг друга, пока не примете ту любовь, которую Он излил на вас, чтобы затем вы отдавали ее другим. Научитесь принимать Его любовь. Ваша любовь несовершенна, Его любовь — само совершенство. Примите Его совершенную любовь. Когда Его совершенную любовь проникает в вас, она начинает действовать через вас, наделяя вас способностью любить Бога и людей. Это единственная разновидность любви, которая дает способность любить даже врагов. Но речь не об этом. Мы хотим дойти до сути. Верите ли вы, что Бог любит вас, независимо от того, где вы находитесь и что натворили? Какой смысл верить в то, что Бог любит меня, когда у меня все хорошо? Бог любит меня, потому что я славный малый и хорошо себя веду. Бог любит вас не за хорошее поведение. Бог добр к вам, потому что Он благой. Не расстраивайтесь. Ты хочешь сказать, что все, что я делаю для Бога? Вот, видите, проблема в том, что мы привыкли уповать на то, что мы делаем для Бога, вместо того, чтобы поверить в то, что Он сделал для нас. Я люблю Бога. Ну, хорошо, а вы верите в то, что Он любит вас? Ну, вы знаете, как вам сказать? Не знаю. Нет, вы не верите. Вы слишком долго думаете. Вы спекулируете своими достижениями. Вы смотрите на все, что сделали, и пытаетесь выставить Бога в таком свете, когда вам начинает казаться, что вы должны заслужить Его любовь. Но Он сам так решил. А вы готовы ее принять? Когда я принимаю и насыщаюсь Его любовью, моя вера выходит на качественно новый уровень. От осознания того, что Бог любит меня. С уверенностью. Бог любит меня. Когда я больше, чем уверен, что Бог любит меня. Да. Бог любит меня. Наверное, это странно, но я буду обливаться слезами, потому что не знаю, что мне делать. Бог любит меня. Бог любит меня. Я это знаю. Ага. Банк не даст мне денег. Мама не даст мне денег. А у меня и так их полно. Вот увидите. Я это знаю. Итак, вы обрели уверенность. Знаете, что происходит на небесах? Ангелы, посмотрите на этого человека. Позаботьтесь о нем. Он знает, что Бог любит его. Как было с Иоанном. Кто-то из теологов, изучая жизнь Иоанна, пришел к выводу, что они не могли его убить. Потому что он был возлюблен Богом. Он был любимый апостол. Тот, кого Бог любит. Они не могли его убить. Говорят, что они пытались сварить его в кипящем масле. Когда ты знаешь, что любим Богом, тебя могут посадить в кипящее масло. А ты примешь в нем ванну. В чем дело, ребята? Эх, хорошо, ничего, а не получается? Дьявол не знает, как еще можно насолить верующему, у которого есть откровение о том, что я возлюблен Богом. Боже правый. Боже правый. Слава Богу. Чем больше я осознаю и проникаюсь в Божьи любовью, вы меня слышите, тем спокойнее мне становится. Что это значит? Что мне не о чем беспокоиться. Смотрите, что происходит. 20 стих. «После того, как я поверил, что Бог любит меня, а тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем?» А что это за сила? Это осознание того, что Бог любит меня. Он любит меня. Скажите соседу, «Я знаю, что Бог любит меня». Откройте Римлянам пятую главу. Я упоминал об этом, но давайте мы ее откроем. Поймите, я устал видеть разочарованных христиан. Их молитвы остаются без ответа. Их жертва не приносит плода. А исповедание не дает результатов. А потом они находят религиозное объяснение для того, почему этого не случилось. Видимо, на это не было Божьей воли. Но это есть в Библии. А если есть в Библии, значит, его воля есть. Но знаете, это похоже на человека, который уходит из церкви. Объясняй это тем, что его время вышло. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Я верю, что Бог меня ведет. Все ведет и ведет. Бог совершенно точно знает, где ваше место. Но вы уходите, потому что вам не разрешили вести прославление и делать все, что вам заблагорассудится. И вы написали прощальное письмо. Спасибо за все, я ухожу. Вы не дали мне возможности реализоваться. Спасибо. До свидания. Смотрите, что происходит. Пятый стих. Один человек сказал мне, «Пастор, ваши проповеди были бы куда более помазанными, если бы вы поменьше шутили». «В ваших проповедях слишком много смешного». Я не буду это менять. Подождите в машине тогда, потому что радость в Господе. Мы нуждаемся в радости. Нам нужно больше улыбаться. Я хочу жить в атмосфере радости. Итак, дальше, пятый стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». В расширенном переводе написано, «Такого рода надежда никогда не разочарует, не обманет и не посрамит нас». Почему? Потому что Божья любовь излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Когда я получаю откровение о Божьей любви, послушайте, это первое упоминание Духа Святого в послании к римлянам. Чаще всего у харизматов Дух Святой ассоциируется с силой. Сила! Хотя, по сути, Божья любовь — это и есть Божья сила. Если мы познаем любовь, мы познаем силу. Это не жажда силы, а сила любви. Это сила любви. Вы меня слышите? Итак, первая мысль, которую Он пытается до нас донести и упрочить в нашем сердце, — это то, что Бог любит нас. Если вы говорите Ему о своих чаяниях и верите, что Бог любит вас, ждите ответа, вы не будете разочарованы. Зная, что Бог любит вас, вы не будете разочарованы. Если знаете, что Бог любит вас, вам все по плечу. В послании к римлянам 8.37 написано, «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Я все преодолею силою возлюбившего меня. Обратите внимание на то, сколько раз в Библии в целом, и в 1 Иоанна, и в частности, Бог обращается к нам как к Своим возлюбленным. Он говорит, «Возлюбленный». Если Бог полюбил нас, Он никогда вас не разлюбит. В тот момент, когда вы поверили, что Бог любит вас, с вами начинает происходить много интересного. Вот лишь некоторые чудеса. В первую очередь, друзья мои, все, что делает дьявол, направлено на то, чтобы лишить вас уверенности, что Бог любит вас. Все, что делает дьявол, направлено на то, чтобы лишить вас осознания того, что Бог любит вас. Бог любит вас. Дьявол использует в своих целях религиозных учителей, чтобы выдвинуть против вас обвинения и осудить вас. Он будет ворошить ваше прошлое, чтобы убедить вас в том, что Бог гневается на вас, и тому подобное. Он делает все возможное, чтобы вы утратили ощущение того, что Бог любит вас. Второе. Дьявол безоружен против тех, кто знает, что возлюблен Богом. Ему нечего противопоставить человеку, который знает, что Бог любит его. Нечего. Помните, как в Евангелии от Матфея 3, 17, небеса отверзлись, и голос с неба произнес? Помните, что он сказал? Скажите, «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Далее, в 4 главе Иисусу предстоит отразить дьявольскую атаку. Вспомните, чем он оперировал? Чем оперировал дьявол? Он говорит, «Если ты Сын Божий». Минуточку. Но ведь Бог назвал его не просто Сыном. Он назвал его Своим возлюбленным Сыном. Какую цель преследует дьявол? Он понимает, что искушение не подействует на человека, который знает, что он возлюбленный Божий Сын. Враг должен убедить нас, что мы нелюбимы, и тогда искушение подействует. Друзья, послушайте. Чаще всего вы подвержены искушению, когда вы чувствуете отвержение, когда вам кажется, что до вас никому нет дела, когда вы говорите, «Бог меня не любит». Никто меня не любит. В этот момент вы поддаетесь искушению и можете наделать глупости. Но до тех пор, пока я помню, что Бог любит меня, что я возлюблен Богом, никакое искушение не будет иметь успеха, если человек, на которого оно направлено, знает, что возлюблен Богом. Скажите, «Я Божий возлюбленный». «Я возлюбленный Божий». Так что, джентльмены, когда мимо вас проходит девушка, которая забыла одеться, посмотрите на нее и скажите, «Неплохо выглядишь, но я возлюбленный Божий». Вы меня слышите? Когда вы осознали, что возлюблены Богом. Друзья, когда вам кажется, что Бог отступил от вас, по-моему, это второзаконие первая глава, где написано, что они взбунтовались против Бога, думая, что Он возненавидел их. Если вы думаете, что Бог ненавидит вас, вы будете бунтовать против Него. Если я уверен, что меня никто не любит, как я могу верить тому, что мне говорят, зная, что они ненавидят меня? Как я могу верить написанному Слову, зная, что Бог ненавидит меня? Запомните раз и навсегда. Бог любит вас. Аминь. Давайте откроем 1 Иоанна, 4 главу. Я хочу, чтобы вы сосредоточились и поразмышляли об этом. Ваша духовная жизнь изменится. Нет ничего лучше доверия Богу. Когда, оказавшись в трудной ситуации, послушайте, я надеюсь, что допишу свою книгу о страхе. Сейчас я работаю над тем, как противостоять дьяволу шаг за шагом. Что происходит? Он атакует ваш разум заведомо ложными мыслями. Когда он что-то говорит, и вы понимаете, что это ложь. Но какой смысл ему это делать? Глубоко в своем сердце я знаю истину, а он атакует мой разум. Ты знаешь, сегодня тебя придут выселять. и ты думаешь, но сегодня выходной, сегодня меня точно не выселят. Что за глупости? Я верю, что Бог восполнит все мои нужды. Зачем ты вообще это говоришь? Он пытается отвлечь ваши мысли, чтобы опустошить ваше сердце. В церкви нас учат говорить правильные слова. Но то, что мы говорим, не всегда совпадает с тем, во что мы верим. В трудностях выясняется, во что я на самом деле верю. Представьте, вы приходите домой, а на двери надпись «выселить до пяти часов», и вы говорите «О, Господи, меня выселяют». Это то, во что вы верите. Когда вы приходите в церковь, вы говорите «Бог обо всем позаботится», «Я победитель», «Все будет хорошо». «Во что вы верите?» «Ну, как же, я говорю». «Хорошо, а это исходит из сердца, да?» «Не знаю, так ли это на самом деле. Стоит слегка надавить. Вы идете к врачу. Вы всю неделю твердили, что из семены, а врач говорит, что у вас опухоль. Я скоро умру». Это то, во что вы верите. Ваша реакция на проблему служит индикатором вашей веры. И дьявол тут как тут внушает вам мысли, пытаясь подменить то, что входит в ваше сердце. Я говорю о тех ситуациях, когда все рушится. Когда вы сидите, а на глаза наворачиваются слезы. И почва уходит из-под ног. А вы открываете уста и говорите, «Я исцелен». Однажды я это проделал со своим врачом. Я пришел на прием. Он осмотрел меня и сказал, что у меня больные связки. «А еще что-то, еще и то, и то». А я посмотрел на него, улыбнулся и сказал, «Я исцелен». А он говорит, «Мы этим займемся». Я сказал, «Нет, я исцелен». Пока вы этим занимаетесь, Иисус уже закончил. Он засмеялся и говорит, «Я от вас другого не ожидал». Но ведь вы всего лишь проповедник. Прислушайтесь к мнению специалиста. Это то, во что вы верите. Это то, во что вы верите. Когда вы пастор церкви, и вам каждый день необходимы многомиллионные поступления. А когда наступает лето, вы говорите, «Господи, помилуй». Я не разрешаю своим сотрудникам употреблять такие термины, как дефицит, недостаток. Нет. Мы называем это избытком и фактическим избытком. И все понимают, что это значит. Должен вам сказать, что я помню те моменты, когда слезы текли у меня из глаз. И я знал, что должен говорить слова веры. Я полагался на его слово и чувствовал, что бесы выходят из себя. Почему бы тебе не пересмотреть свою позицию? Потому что, если я это сделаю, я не получу то, на что надеюсь. Кроме того, для чего мне изменять своим принципам «Бог любит меня»? Что-то меняется, когда тебе сильно достается от этого мира. И это хорошо. Ты понимаешь, что не нуждаешься в репутации. Понимаете, если у вас хорошая репутация, вам приходится держать марку. И если вдруг ваша репутация ухудшается, надо что-то делать, чтобы восстановить подмоченную репутацию. А вот если у вас нет репутации, послушайте, я решил быть, как Иисус, человеком без репутации. Что происходит? Как ты это делаешь? Бог любит меня. Бог любит меня. Это самое главное. Бог любит меня. Я знаю, что многие люди сплетничают обо мне. Но Бог любит меня. Что происходит? Вы настолько пропитаны тем, что Бог любит вас, что позволяете себе поступки, на которые никто не решается, зная, что за ними наблюдают. Я свободен. А я так свободен. Я иду в магазин и говорю с людьми, «Привет, как дела?» В ответ тишина. «Привет, как дела?» «Хорошо». «Береги себя. Рад встрече с вами». «Да что с вами? Зачем вы это делаете?» «Все хорошо. Просто я решил, пусть у меня и много недругов, я не стану таким же». Как вы можете так говорить? Я полюбил Бога только тогда, когда Он полюбил меня. Я не знал, как это делается. Я думал, что знаю. «Господь, я люблю Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением и за всех сил». И однажды Бог спросил, «Правда?» Я сказал, «Я хочу этого». Не буду же я обманывать Бога. Субтитры сделал DimaTorzok.